Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня рассмотрим с вами вопросы, связанные с развитием ситуации вокруг Афганистана. Эта тема напрямую затрагивает и нашу национальную безопасность. Речь идёт об обеспечении стабильности на южных рубежах России в целом и в Евразийском регионе. Сразу скажу, мы заинтересованы в независимом, самостоятельном, суверенном Афганистане, в том, чтобы на афганскую землю пришёл, наконец, мир, чтобы межафганский диалог открыл дорогу к национальному согласию, к государственному и социально-экономическому возрождению страны. Россия оказывает необходимое содействие Афганистану. Мы работаем как на двухстороннем уровне, так и в рамках международных усилий. Помогаем Афганистану в подготовке гражданских, военных, полицейских специалистов. Направляем гуманитарную помощь. Будем последовательно продолжать такую линию, выстраивая дружественные отношения с Кабулом. Российские компании готовы подключиться к реализации проектов, направленных на восстановление афганской экономики и инфраструктуры. Предстоящий 2014 год будет для Афганистана сложным. На этот год намечены президентские и провинциальные выборы. И что особо важно, состоится вывод основной части иностранного воинского контингента. Как заявляют наши партнёры, Международные силы содействия безопасности в Афганистане планируются преобразовать в так называемую консультативно-тренировочную миссию. Она, как предполагается, ещё раз хочу сказать, не будет напрямую задействована в боевых операциях. Таким образом, ответственная за обеспечение безопасности, за противодействие террористам в большей степени ляжет на плечи самих афганцев. При этом армия и полиция Афганистана всё ещё находятся в процессе становления и испытывают значительные проблемы. Иностранный военный контингент, основу которого составляют американские военнослужащие, так и не добился пока перелома в борьбе с террористическими и радикальными группировками. Напротив, их активность в последнее время особенно возрастает. К этому следует добавить кардинальное увеличение производства наркотиков на территории Афганистана, формирование устойчивых каналов наркотрафика в другие страны, в том числе, к сожалению, и в Российскую Федерацию. Причём международные силы практически ничего не предпринимают для искоренения наркопроизводства в Афганистане. Российские предложения в этой сфере, к сожалению, остаются без внимания. Повторю, есть все основания полагать, что в ближайшей перспективе мы можем столкнуться с осложнением ситуации. Международные террористические и радикальные группировки не скрывают своих планов по экспорту нестабильности и наверняка будут пытаться перенести подрывную деятельность на территорию сопредельных государств. Такое развитие ситуации содержит серьёзные риски и для нас. Это рост наркотрафика, трансграничные преступности, неуправляемые потоки беженцев и мигрантов. Это фундаментализм. В этой связи у нас должна быть чёткая стратегия действий, которая бы учитывала разные варианты развития событий. Задача надёжна при любых обстоятельствах обеспечить интересы России. Первое. Нам нужно укрепить систему безопасности на южном стратегическом направлении, включая и военную составляющую. Задействовать весь арсенал собственных превентивных мер, а также потенциал ОДКБ и ШОС. Надо усилить охрану государственной границы, систему миграционного контроля. Ускорить оснащение современной техникой коллективных сил оперативного развертывания реагирования ОДКБ. Во-разы повысить эффективность работы по пресечению каналов наркотрафика. Прошу оперативно подготовить конкретные предложения по всем этим направлениям. Второе. Залог стабильности в регионе – это прочный суверенитет, устойчивое экономическое и социальное развитие государств региона. Мы готовы оказать нашим соседям и партнёрам все необходимые содействия. Укреплять многоплановое партнёрство, сотрудничество, как в двустороннем формате, так и на площадках международных организаций. Речь идёт о реализации совместных экономических проектов, о военно-технической помощи, о развитии взаимодействия в гуманитарной сфере, включая подготовку кадров, об укреплении общего информационного, образовательного, культурного пространства, пространства, которое исторически сложилось в регионе, в основе которой всегда лежал русский язык. Отдельно прошу проработать вопрос участия России в реализации и финансировании перспективных международных инфраструктурных, транспортных, энергетических проектов. Мы приветствуем стремление ряда стран региона подключиться к работе Таможенного союза и единого экономического пространства. Убеждён, что именно тесная интеграция способна обеспечить экономическое и социальное благополучие в регионе, снять остроту миграционных проблем, безработицы за счёт создания здесь, прямо на месте, новых рабочих мест, развития торговли, промышленной кооперации. Помимо этого, участие в тесных интеграционных процессах – это гарантия против попыток извне дестабилизировать ситуацию в регионе. Продолжение следует...